Раз, два, три. Да, ОПА снова в деле. Всем бодрейшего, с вами Фликер и на обзор ко мне попадает новиночка от компании ОПА А96. Давненько от них ничего не было слышно, хотя на китайском рынке очень много различных новинок вышло, но, к сожалению, скорее всего, по причине того, что у нас в России нету 5G, эти новиночки не заехали на наш рыночек. Но благо есть теперь вот этот свеженький красавчик, на которого мы сегодня и посмотрим. И, естественно, мы начнем с комплектации. Данный аппарат поставляется в уже знакомой по дизайну коробке, она достаточно минималистичная, цвет, мне кажется, не особо изменился, изменились только цифры и буквы, которые написаны на самой коробке. Что же у нас внутри? Смартфон, чехол, скрепка, быстрая зарядка и кабель USB Type-C на USB Type-A. В принципе, ничего удивительного, давайте лучше пробежимся по характеристикам. Дисплей у нас здесь IPS, имеет частоту обновления 90 Гц, разрешение Full HD+, и диагональ 6,59 дюйма. Зарядное устройство идет на 33 Вт, оно называется UOPPO Super Wook. Так вот, оно заряжает за 30 минут данный аппарат до 55%. За сколько от 0 до 100 я напишу вот здесь вот. Батарея у аппарата 5000 мАч. Базируется А96 на 11-м андроиде. Оболочка ColorOS 11, наверное, моя самая любимая среди смартфонов на андроиде. Оператива здесь 6 ГБ и внутренней памяти 128 ГБ. Плюс, конечно же, все это добро можно расширить. Цвета у данной модели только два. Черный и вот такой вот голубой. Но он очень привлекательно переливается. Жаль, они не выкатили еще белый. Мне кажется, круто бы смотрелся. Ну а мы переходим к камерам. Основная камера имеет модуль на 50 мегапикселей, боке 2 мегапикселя всего лишь и фронталка 16 мегапикселей. Для тех, кто хочет оценить фотовозможности данного аппарата, вот вам несколько примеров. Снимал я в разных условиях, днем, вечером и плюс еще использовал ночной режим. По мне так неплохо, но звезд, конечно, на небе ночью не увидите. Что думаете вы по этому поводу, обязательно пишите в комментах. Ну а мы переходим к видеотесту. Итак, основная камера 1080 без стабилизации, 30 кадров. В настройках 60 я не нашел вообще. Здесь как будто бы урезаны настройки камеры, поэтому их не так много. Ну и аппарат позиционирует себя как бюджетное устройство, поэтому здесь не стоит ожидать супер-пупер качества. Также во время съемки можно увеличивать до 10х. Ну, конечно, картинка такая себе. Теперь у нас фронтальная камера, также 1080, 60 кадров нет, стабилизации нет. Поэтому грустно на самом деле. Я ожидал, что хотя бы на 720 будет какая-то стабилизация, но даже там ее нет. Сейчас, кстати, очень много солнца. Вот сейчас я вошел в какой-то тенечек хотя бы, но засвечивается задник. Видите, экспозиция фигачит. Душевненько. Так, а теперь у нас основная камера. Пишу себя, послушаем звук, посмотрим на саму картинку. Также стабилизации нет, 1080, 30 кадров. Итак, ночная съемка, 1080, 30 кадров, без какой-либо стабилизации. Из света только фонари. Также основная камера, 1080, 30 кадров, но снимаю себя. Посмотрим, насколько освещается лицо и как вообще с задником дела обстоят. А теперь у нас фронтальная камера, 1080 плюс вспышка. Посмотрим, как выглядит картинка, как слышится мой голос. И вообще, вот с одной руки снимаю, такое ощущение, что какой-то... Как будто стабилизация у нас появилась. Но в том месте, где, короче, появляется больше света, он яркость дисплея уменьшает и не подсвечивает лицо. Вот давайте мы сейчас перейдем в какое-нибудь темное место. Будет ли он меня снова подсвечивать? Уже нет. Все, то есть один раз отключил вспышку и на этом все. Что касаемо видеовозможностей, я, конечно, ожидал здесь хотя бы цифровую стабилизацию. Но, увы, ее нет. Правда, картинка не стыдная. Я, честно говоря, думал, что будет хуже. Ах, да, для кого-то это, возможно, будет важно, но NFC здесь есть. Также у смартфона есть одна фишка. Это управление жестами. Не теми жестами, к которым мы привыкли, а жестами на расстоянии. То есть у вас все руки в рыбе, а вам нужно ответить на звонок, и вы можете это спокойно сделать. Ну да, функцию только не забудьте включить. А мы переходим, наконец-то, к игровому тесту. Внутри данного девайса установлен чип от компании Qualcomm Snapdragon 680. Да, от него не стоит ожидать, что все новинки он будет тянуть на ультра графике и в 120 фпс. Нет, здесь будет низкий графон и 60 фпс, чаще всего. Но некоторые проекты он вытягивает на очень высоких настройках и 60 фпс. И начал я гейм-тест с новиночки клона Genshin'a, это Tower of Fantasy. Хоть смартфон и тянет максимально возможные настройки, идет игруха посредственно. Конечно же здесь снижайте все на низкий, и тогда еще более-менее можно комфортно погрузиться в игру. Чем меня до сих пор поражает и удивляет, гейм-лофт это своей стабильностью. Никакой оптимизации, на всех настройках графики 9-й асфальт идет одинаково просто. Ставишь производительность, картинка ухудшается, но игра идет опять так же. Блин, Гейл, красавчики, вам прям за стабильность. Переходим в Call of Duty Mobile. Тут мне очень странным показалось, что аппарат вывозит очень высокие настройки графики. Их причем врубаешь, он вытягивает их. Да, даже есть отражение в воде в игре, но, к сожалению, разносить противников невозможно. Поэтому только низкие настройки графики и высокий фреймрейт. Даже при этих установках игруха выглядит не стыдно, а главное играется плавно. Далее я все-таки решил запустить творение от Blizzard, Diablo Immortal. И тут игруха сразу выдала, что данное устройство не поддерживается, разрешение только среднее и 30 фпс. Зато графон вывозит высокий. Картинка действительно выглядит недурно. Да, немножечко размыто, не совсем так четко, как, например, на моем айфоне. Но в целом хочу сказать играбельно. Что, кстати, меня удивило, во время игрового теста аппарат не сильно вообще нагревается. Да, здесь у нас, кстати, материал используется пластик, никакого стекла, ну, кроме, естественно, передней панели. И нагрев хочу отметить не сильный, даже спустя 30 минут геншина. А вот где все очень хорошо, это, конечно же, в любимой лолке. Ее аппарат вытягивает на очень высоких настройках, плюс 60 фпс можно включить. Правда, в самых жестких замесах частота кадров падает до 40. Но Riot Games от меня респект. За такую оптимизацию, естественно. Кто подписан на меня давно, в курсе, что недавно состоялась третья, бетка Racing Master. И да, данную игруху я тоже затестил на данном аппарате, и она, кстати, неплохо себя показала. Да, 60 фпс вроде здесь есть, возможность включить, но игруха идет медленно. Но при этом игруха хотя бы не идет, как девятый асфальт. Да, к ней у меня много вопросов, но об этом в отдельном обзоре. Apex Legends Mobile не поддерживает оригинальную графику, к сожалению, только норму. Частота кадров выставляется высоко и грабельно. Ну и куда мы без геншина? За 20 минут А96 разрядился с 33% до 26%, что вполне неплохо. Максимальную графику можно выставить, но играть, конечно, не особо комфортно. На высоких еще более-менее можно привыкнуть. Но все же оптимальные настройки графики это либо минимальные, либо низкие и 60 фпс. Ну и в завершение я запустил Marvel Future Revolution. Высокий графон поддерживает, картинки выглядят действительно круто, но, блин, глюков, конечно, и фризов много. Поэтому тут ставьте приоритет на процесс. Продолжение следует... Вот такой вот он Oppo A96. Кому данный девайс зашел, все необходимые ссылки вы найдете под видео в описании. Лично мне из всех производителей Android устройств больше всего нравится оболочка именно у Oppo. Она более гибкая, приятная, да и обои тоже симпатичные. На самом деле функционал у нее очень широкий. Что касаемо дизайна, он в принципе обычный, ничего такого я в нем крутого не заметил. Простенький, аккуратненький Android. Но если вы мужик, берите черный. Этот, конечно, прикольно переливается. Я не знаю, кому-то, возможно, реально подобные смарты в данной расцветке заходят. Ну, как... Не мое, не мое. В ролике, я уверен, он выглядит четко. Все самое необходимое в этом устройстве для обычного пользователя имеется. Связь работает, две симки можно вставить, зарядное устройство в комплект положили. Да, кому-то здесь будет не хватать ширика. Но я, если честно, им практически не пользуюсь даже на своем основном смартфоне. У кого остались вопросы, оставляйте их под видео в описании. Ну и может быть я какой-то расширенный вариант игрового теста замучен. На этом у меня все. Если данный ролик был вам полезен, обязательно влупите ему большой палец вверх. А с вами был Фликер, мобильный геймер. Всем пока.